Витрина книжного магазина Какая интересная суперобложка Танцующие испанцы Это было в районе Гренады Где испанки живут и испанцы Где звучат по ночам серенады А с утра начинаются танцы А быть может случилось это Не в Гренаде, а где-то в Толедо Где испанки живут и испанцы Где с утра начинаются танцы И где-то его выгвоздал так Целые дни шляется, бог знает где У всех рыцари, как рыцари И то в дом принесут, и это А мой только и знает книги да газеты Совсем рехнулся Дочине я, Борьку, и обиду Причиняете вы мне этими словами Только из любви к вам Мое сердце переносит эти муки Окей, он гидальга из двенадцатой квартиры Три кубометра чистой березы достал Ты когда сватался, что обещал? И замок изолированный будет И персональный конь И стиральная машина Дочине я, вы разрываете мне сердце Разве вы не знаете, для того, чтобы получить ордер на замок Нужно победить немало великанов Я хотел сегодня сразиться с одним великаном Да он меня не принял А ты вместо того, чтобы сражаться с великанами Дал бы кому следует на лапу Дулься, как вам не стыдно Вы хотите, чтобы я благородный рыцарь давал взятки? Клянусь, этого не будет Три длинных два коротких К нам, к нам, к нам кто? Санчо! Санчо! Пилотка бегал с утра Этилированный овес для осла Доставал по себестоимости Пришлось, конечно, кое-кого отблагодарить Между прочим, ваше милость В лавку прибыли импортные доспехи Если хотите, могу устроить У меня заведующий знакомый Чехословацкие кольчуги на молниях Санчо, друг мой Неужели тебе-то не стыдно Произносить эти слова Так, зная, никогда Никогда, клянусь Никогда не унижусь я до того, чтобы Клянусь вам и присягаю, сеньор Дон Кихот Что вы не в своем уме И если будете так рассуждать Дальше вы век проживете В этой коммунальной гасиенке Разве тебе неизвестно, подлый мужлан Последнее постановление о строительстве замков О том, что каждый странствующий рыцарь Рано или поздно может получить квартиру Однако вы, ваша милость, только копья ломаете А заведующий трактиром, что напротив Уже и участок получил И без всякой очереди Афинский домик достался Прочь! Прочь лекарства! Я обойду всю нашу землю Я проткну мечом каждого негодяя Стоящего у честных людей на дороге Но ведь их не так мало, ваша милость Ты подлый трус, Санчо Поэтому тебе кажется, что их много Но вы ведь сами говорили о злых великанах Они кажутся великанами до первого поединка С доблицем и благородством Дорогая моя Дульсинея Где мое забрало? Где мой шлем? Где мое копье? Подайте моего доброго рассинанта! Он в капитальном ремонте! Вызовите такси! Пожалуйста! Нельзя ли? Срочно, побыстрее Прошу вас, умоляю Что? В течение двух часов Минуточку Алло! Луизочка! Луизочка! Привет! Это Санчо! Луизочка! Я обеспечил вам два билета На премьеру Бой быков В постановке сеньора Охлопкова Луизочка! Луизочка! У меня к вам просьба Такси! Побыстрее, да! Святая Мадонна Они все заколдованы Дорогая моя Дульсинея Я вернусь Иль со щитом Иль на щите Я докажу, что мир Не столь уж плох Пусть меч поможет мне Победить тех Чье сердце остыло Совести сяпло И разум угас Вперед, Санчо! Вперед, друзья! Вперед на смертный бой Пусть жалкий трус Дрожит передо мной Пускай презренный Лавочник падет Вперед, отважный рыцарь Дон Кихон Прекрасная дорога впереди И сердце благородное В груди На вас сегодня Подняты мечи Пройдут спекулянты Лавкачи Так едем мы вдвоем Аль-Лагер 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 в переводе означает На войну Всех рыцарей зовем На борьбу со всяким злом Аль-Лагер в переводе Аль-Лагер в переводе Аль-Лагер в переводе В райах там принято разговаривать Со странствующими Ры, понимаете ли, царями Аль-Лагер в переводе Ры, чё, рызается Ты шо не знаешь Что у нас места без ржания Ржать запрещено На первый раз делаем прокол На второй отнимаем права На третий аута-дафэр Санчо, ты мой спутник. Спутник, ваш милосподобный спутнику. Облети вокруг этого грубьяна и дай ему по орбите. Ваш милосподобный спутник в атмосфере сгорает. В данной атмосфере мы горим ясным огнём. Это же ГАИ. Как фамилия? ГАИ. Грозный автоинквизитор. Я тебя, Порфюр, я тебя пощагнаю. Я твоей машине все ноги попереломаю. Вы знаете, с кем вы разговариваете? Дон Кихот Ломанчский. Кто? Дон Кихот. Не понимаю. Дон, знаешь, тихий, Дон. Товарищу Шолохову привет. Это, как же милость, приехали. Я доверен остановиться в этой гостинице. Эй, кто там? Ага, главный администратор гостиницы. Прекрасная сеньора, мы хотим оказать честь вашей гостинице и остановиться здесь на ночь, ибо устали и хотим, простите меня, есть. Прикажите приготовить нам самые лучшие комнаты. Номеров нет. Простите, сеньора. Ничего не могу сделать. У нас все заполнено. Тут сейчас районное совещание Тореадоров. Ничего не могу сделать. Позвольте, сеньора, сквозь окна я вижу прекрасные и пустые комнаты. Это бронь. Нет такой брони, которая не пробила бы мое копье. Это бронь горсовета. Вообще я могу сделать. Один номер за сто реалов. О, Санта-Люча, бессе-мемуча. Я умираю, сеньоры. Копье Дон Кихота. Нет, оно не годится в борьбе со злом, который живет еще на нашей прекрасной земле. Не Дон Кихотствовать, друзья мои. Сражаться в ваших руках оружие по острее этого копья. Смех, друзья мои, рыцари. Кефир. Однодневный? Свежий. Друзья мои, как в театре, мне уже легче. Прекрасная дорога впереди, И сердце благородное в груди. Пускай падут злодейства и порог, Мы их себе не пустим на порог. Со смехом, как с мечом. Ай-ля-гер, ай-ля-гер. Вас, рыцарей, зовем На борьбу со всяким злом. На борьбу со всяким злом. Разрешите мне с этим маленьким бокалом, но с большим чувством выпить за моего дорогого друга, о котором я всегда вспоминаю весной, летом, осенью, зимой, рано утром, на заре. Когда я просыпаюсь, я вспоминаю имя моего друга. И днем, когда любуюсь гордой панорамой города из окна кабинета, я вспоминаю моего друга. И вечером, когда устал и плетусь домой, я вспоминаю его. И поздно ночью, когда мысли уже медленно ворочаются в черепной коробке, я вспоминаю моего друга. Я вспоминаю и никак вспомнить не могу, как его зовут, черт его побери. Но не в имени суть дела в его гордой, замечательной профессии. Строитель он, друг мой, за друга нашего, за строителя. Да. Совсем недавно слышал я этот тост в квартире, где праздновали новоселье. Много добрых слов было сказано в адрес наших строителей, пока не сказал кто-то, ведь у строителей наших есть недостатки. И тут головы повернулись ко мне. Почему ко мне? Я недавно получил квартиру, у меня нет никаких претензий к нашим строителям. Вот раз только что? Сами строители, сами, честно и прямо, расскажут о своих недостатках. Встречай, приятеля, где работаешь? Струйки. Что делаешь? Куру. Как куру? Так и куру. Прихожу, работаю, раствор бар, раствор есть, кирпич, йог нет. Прихожу, мастер, что делать? Нечего делать. Как нечего делать? Перекур делай. Хорошо. Утром тортам, по-татарски будь, сижу, куру. Дальше машине перевозят кирпич. Кирпич бар, кирпич есть, раствор йог засохнул. И что делать? Курить. Утром тортам, сижу, куру. Дальше машине перевозят кирпич, привозят раствор. Работать можно, нельзя. Почему? Обеденный перерыв. И что делать? Курить. Утром тортам. Прихожу, завком. Шайтан, такой работа. Что и ты, шалтай-болтай, получается? Я думал, я ползу приносить буду. Гассидарский ползу, себе ползу, стройка буду работать. Свежий воздух. Какой свежий воздух? Вредный цех, получается. Тихо, 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 тихо. Тихо, не кирчи, мы тебе квартир дадим. Не надо мне квартир. Я честный человек. Я в собрании выступать буду. В общем, в собрании выступал. Товарищи говорил. Дальше я рот открывал. Передседатель собраний закрывал. Перекур объявлял. Все курили. Я за грудку охватался. Меня голова с циркулем пошла. Я упал. Мне с циклифософски привезли. Фрапесер, меня слушайте. У тебя очень опасный болезнь. Перекурить, называется. Срочно операции. Положили меня на стол. На морде лесов флорохорма. Считай, считаю. Раз, два, три. Одну минуточку. Фрапесер, скажу. У тебя ножик есть? Есть. Три, четыре. Одну минуточку. Фрапесер, у тебя иголки есть? Есть. Пять, шесть, семь. Одну минуточку. У тебя нитки есть? Есть. Почему спрашиваешь? Я спрашиваю, почему? Ты меня разрежешь? Тебе зашивать надо будет. Тебе нитки не хватит? За нитками пошлешь. Перекур устроишь? А помирать могу? Тихо, 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 тихо. Спокойно. У нас усо есть. Почему такой? Доктор, операция и усо есть. У нас тоже операции. Почему у нас это нет? Того есть, того есть. Это нет. Думать надо. Собржать. Тогда будет один большой порадок. Один маленький перекур. И получается, вроде как бы сказать, это вроде как бы сказать, регбус какой, вроде как бы сказать, краксворд. Она, конечно, и это очень приятно. Жить в тем доме, который сам, сам вот своими вот лапами мастерил, который сам вот своими вот пальцами снабжал вдобствами, скажем, вот сантехникой. Сантехника это по-научному. Проще говоря, водопровод, канализация и все, что при ней, так и разное. А это дело ведь в наш век, век промежпланетных путешествий, век прогресса и прогрессивки. Для человечества играет огромное взнакчение. Конечно, я выражаюсь научно, не каждый меня не может понять. Но это для меня большое вдохство, потому что сантехника, она и что требует? Она ремонту требует. Конечно, не сразу. После того, как дом, комиссия примет. Месяц проходит, жилец до меня бегит. Ой! Что такое? Ой! А это будет на кухне кран хвантанирует. И это по-научному вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще. Кран не с той стороны текет. А при таком кранте ты уже не жилец, потому что какой же ты жилец, если у тебя кран не с той стороны текет? Значит, устраиваешь мне банкет, это по-французски, вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще. Ставишь пол-литру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лежи сколько угодно в ванной. Над тобой не каплить. Что над тобой не каплить для вас? Это рекбус-краксворт. А я вам скажу, над тобой не каплить душ. Замерз, аж посинел, весь умыли. А в таком виде ты уже на работу не едешь. Правда, намыленный он в городской транспорте. Ему легче. Просклизнуть. Но ты же рисковать не станешь, тебе засмеют. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, опять ставишь мне память у вас хорошая, вы помните, что и дело в шляпе. Нет, это обязательно, потому что еще через месяц ты караул, а это будет вот тот бачок. Как говорят на Полтавщине, репнулся, гепнулся, да еще перекондубайся. А при таком бачке ты уже не жилец у своей квартиры, ты уже бегишь в другую квартиру. К соседям, а соседи у тебя гостеприимные, что сажают тебе чай пить. Как жена, как дети, как здоровечка, тебе уже не до чаю. Спасибо, жена у меня здорова, дети тоже, так далее и тому подобное. И уже сломя голову ко мне бегишь, и уже нечеловекческим голосом орешь, стихийное бедствие. А кто тебе сказал, что оно стихийное? Может, оно еще во время строительства мною запланировано? Это же я твой кран на две крутки не докрутил, и я твой душ на две винтки не довинтил. А тот бачок на чем присобаченный? На моем честном слове. Я как строил? Я же торопился. Я же коллегчил. Мне за что деньги платят? За коллегчество? А кто мне будет платить за какчество? А-а-а, регбус, кроксворд. Большая проблема пока. И эта проблема решена не будет. За мое какчество платить будешь ты, жилец. Так что я всегда с тебе оторву. На свой кусок хлеба твой кусок масла. Или, как сказать это по-научному, так бутыльброд. Шестиэтажный дом. Весь первый этаж занимает архив. Тут царят бумаги, докладные записки, циркуляры, протоколы и анкеты. Ну, без анкеты у нас человек не человек. Вы приехали в город, пришли в гостиницу. Прежде всего заполните анкету. Фамилия, имя, отчество. Зачем? В паспорте сказано. Год и место рождения. Тоже в паспорте. Национальность. Если я узбек, вы меня не пропишите? Пропишите. А если я казах, и тогда пропишите. Зачем этот параграф? Семейное положение. А вам какое дело? Если я холост, вы меня не пропишите? Пропишите. А если, не дай бог, женат, и тогда пропишите. Зачем этот параграф? Цель командировки. Один шутник написал. Ограбление государственного банка. На эту анкету никто не обратил внимания. А вы думаете, на прочие анкеты кто-нибудь обращает внимание? В гостинице. Боже упаси. В тиши большого кабинета была заполнена анкета. Узнали из анкетных граф, что он не герцог и не граф. Что нет, ни разу не судился. Что нет, в плену не находился. В войсках у белых не служил. И за границей унижил. Все было ясно, точно, просто. В анкете этого прохвоста. Так. Вот нас тут ознакомили со стишком. Про товарища прохвоста. И вонную анкету. Не будем скрывать, товарищи. Не будем скрывать. Я не дурак. Нет, в принципе. Я тут думал. Кое-что понял. В принципе. Не будем скрывать, товарищи. Не будем скрывать. Дошло. Нет, в принципе. Ну, что хотят сказать. Значит, зачем эти анкеты? Зачем это волокита? Зачем эти бумаги? Зачем это писанина? Значит, хотят кое-кого усыпить. Ну, в принципе. Зачем так ставить вопрос? Зачем? Анкета, безусловно, нужна. Там, скажем, фамилия, специальность, образование. Я, скажем, тенор. Ла-ла. Вы инженер. Ла-ла-ла. А он директор. У-ху-ху-ху. Ну, вот один параграф. Один вопрос. Зачем он? Зачем он? К чему? Это насчет жены. Я сам женат. Женился в прошлом году. Ну, все как полагается. Свадьба. Ла-ла. 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 В анкеты внес данные. А что это дало? Оказались разные люди. Она мещанка. Пришлось порвать анкету. Новую взять. Жену. Не возражаю, но зачем бумагу марать? Зачем? К чему? А, все анкеты. У всякие, понимаешь, трогости. У всякие. Вот вы мне скажите. Вот дома, у себя дома человек может делать то, что ему захочется? Да, у себя дома. Вот один, говорят, дома у себя свою собственную вазу разбил. Его за это под суд отдали. За что? За что? Ну, погорячился человек. Ну, схватил вазу. Ну, ударил приятеля по голове. Ваза хрупкая. Так его за его же вазу. Ай, такие строгости. Такие, понимаешь, такие. Вот вы мне скажите. Вот у нас может человек какие угодно сны видеть или нет? Один, говорит, во сне такое увидел. Его за это с работы сняли. Ну, мало ли, какая гадость может человеку во сне присниться. Тем более спал он сидя. Удобнее ему не устроиться было. Он склад сторожил. Так ты понимаешь, ты за сон, что с человеком делаешь? Такие строгости. Такие, понимаешь. Вот человек не там улицу перешел. Десять лет дали за это дело. Да что? Ну, вышел человек из жювелирного магазина. Торопился. За ним милиция гналась. Так будешь смотреть, где тут переход, понимаешь? Такие строгости. Понимаешь? Ай, помягче надо. Помягче. Ай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вы все, прокуроры мои, обвинители, вы все офонарили чешок. Вы не можете представить, что они мне кричат на каждом шагу. Спекулянт, шкуродер, хапуга. В тюрьму его, за решетку. Может быть, я спекулянт. Может быть. Но я же двигатель прогресса. Я же мыслитель, я экономист. У меня всегда все получается. Если я кому что обещал, это железо. А вы что думаете? У меня дома свой госплан, свой институт экономики, свое счетно-вычислительное устройство в туалетной комнате стоит. Устройство у меня есть. Но инициатива, наблюдательность и точное знание о потребностях людей. Мне, например, точно известно, что у Маргариты Григорьевны завтра дочка выходит замуж. Но это такая невеста, про которую вы все смело можете сказать. Мадам, уже падают листья. А ей Миколя такой красавец, что старый ощипанный петух рядом с Колей это Марлон Брандо. Но невеста есть невеста. Ей позарез нужен белый морякен на корпус, фату на голову и такие лодочки на ноги. Лодочки будут. Не может быть и речи, чтобы лодочек не было. Но, во-первых, их где? Во-вторых, когда? И, в-третьих, кому они нужны? Если свадьба будет завтра, а лодочки послезавтра. Поэтому я добываю их вчера и продаю невеста сегодня. Я же гуманист. Я же все соображаю через гум. Скотите, вы можете себе представить июль. Июль, жара во рту пересохла, организм обезвожен. Пиво хоть залейся. А вот рыбки посолониться к нему. Нема? Нету. Рыбка есть. Не может быть и речи, чтобы рыбки не было. Но где? Глубоко в океане. На Сейнере. На складе. В Одессе у мамы. А вот рядом с пивом. Я не маг. Нету. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам потребка по рациям? Об этом подумала? Я понимаю, тебе сейчас не до того. Тебе сейчас надо деньги сдавать, отчет. Нормы на ГТО. А я включаю мозги на полную катушку. Закидываю удочки в соседний магазин. И результат вы сами можете посчитать какой. Если я плачу за рыбку по рубль пятьдесят кило. А тебе, чудаку, ларечка, я отдаю дешевле. По рубль тридцать. За штучку. Скетти, вы можете представить зиму. Зима, крестьянин торжествуя. А у мамаши, вашей жены, день рождения. Вот такое стечение обстоятельств. Корова ее забодает. Вам же надо к ней прийти с цветком. Вам же дипломатические отношения не с супругой своей, с которой вы уже зарегистрировали. А с мамашей налаживать надо. Вы бегите в цветочный магазин, а там вот такие пальмы. О, искусственные. А вам же нужен живой цветок, чтобы от него пахло вниманием. В смысле саботы. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам благоустройства, об этом подумала? А я же чудо века. Я гений природы. Я же фокусник. Я же изобретатель. Я должен из воздуха, из ничего, изобрести сверхзвуковой самолет и современное горючее. И тару для цветов. А я же укачиваюсь. Ох, как я укачиваюсь. Я укачиваюсь, а страхом ослабленный, подозрением подорванный. Весь рейс без отрыва от гигиенического пакета. Туда, сюда, туда, сюда. И все для того, чтобы ты подошел ко мне в метро, сунул мне три и получил один. И пусть тебя уважает твоя любимая мамаша, корова ее забодает. Ты в рабочее время и газеты читаешь, и журналы листаешь, и футбол обсуждаешь. У тебя же твердый оклад. А я-то шевелиться должен. Шевелиться? У меня же время, деньги. А я же ночью не сплю. Я стука жду. Вдруг фен-инспектор, или милиционер, или оба, ХС. Я же мучаюсь. И ты меня, мученика, собираешься посадить в тюрьму. За решетку его, за решетку. Может быть, меня можно за решетку. Может быть. Может быть, меня не надо за решетку. Может быть. Но ненадолго. Надолго нельзя. Потому что, ежели надолго, так тут надо, чтобы кто-то подумал, чтобы рядом с пивом рыбка была. Чтобы мамашины цветы государственной ценой пахли. Чтобы магазинную картошку не в мусорное ведро, а прямо в суп можно было класть. Вот если бы ты об этом подумал, он об этом подумал, она об этом подумала, они об этом подумали, вот тогда, может быть, прокурора обо мне думать не надо было бы. Я буду в НИИ, в НИИ, 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 за что, НИИ, скажу. НИИ, что мы делаем, НИИ, кому это надо? Работать НИИ, НИИ интересно. Но НИИ, когда НИИ уйду. Потому что в другом НИИ, НИИ известность. А тут уже все ясно, можно НИИ хрена не делать. И сотрудники у нас все-таки ни уму, ни сердцу. как на подвозь, только очень долго подберут. Все-таки одинаковые, пазаичные, и штрихка чокнутые. То сбегут к нему, ой, как интересно. А ты как? Колесики, колесики. Ой, большие, большие, маленькие. Вот и все крутится, все крутится, все, все ветит. А почему же в нашем то НИИ не крутится? А почему же у нас то НИИ ветится? Ой, как интересно. Потом соберут пиво. А это что это? Матика, шайбочки. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть шайбочек. И шпунтики, ой, шпунтики, шпунтики. А сколько? Шпунтикаса, шпунтик два, шесть, ой, восемь шпунтиков. Это не, не, выжжет, Нет, и не мое. Откуда же это? Ой, неужели это оттуда? Придется, опять разбираться. Изберут. Там соберут. Там опять. Ну, Там еще. Считают. Все считают. Приходят рано утром, очень серьезно, садятся и начинают считать. Все считают, считают. С утра до вечера. Считают. Вечером все пересчитывают. графиками любуются. Счастливые. 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 Это в сравнении. Это в сравнении с девятьсот тринадцатого. А я вот мечтаю. Я считаю, что человеку без мечты нельзя. А что, вот думаю, будет, если скажем, вот я, там, допустим, я не знаю, но не обязательно сказать, может быть, там, бывает, или наоборот. Ну что, можем такое, правда? В принципе, в принципе, можем такое, можем в жизни и не такое, правда? Вот и с вами тоже, кстати, могло, независимо от того, женатого или в очках. Вот в данном случае меня влюбилась в Элизабет Телло. А почему нет? Да она снимала в «Синей птице». Могла, тогда меня увидеть в темноте. Открыла рот и уже закрыть не может. Но никак. И в таком виде летит в Америку. Приходит на телеграмму, шлет телеграмму. Жить без него не могу. Ну куда с такой пастью? Ну, идя навстречу этой пасти и нашим уже сложившимся отношениям, я имею в виду со страной, естественно, меня. Да. Правильно. Посылай. Ну, все равно взрослые. Люди у нас образили, куда. Точно. Туда. Куда вы подумали. И вы тоже. Вы что, вместе работаете? в Америку. То есть я в Америку. Теперь это Америка называется. Приезжаю в Америку, опускаю подробности. Не понял ваша смысл. подробности. Я считаю, что подробности ни к чему не докладываю. Он со мной согласен. Специалист. Возвращаюсь, меня бьют и правильно сажают. Нет, не туда. А главой какого-нибудь очень важного не их. И персональная машина. да еще я в денежно-вещевую. Может быть, нет? Нет, ну в принципе это. Ну у нас же выигрывает кто-то, где-то, когда-то. Я вот слышал. Я вот не знаю, я вот слышал, что один в балабое шоколадку выиграл. Ну, свалилась на человека. А почему не на меня? Какас я за 30 копеек. И не что-нибудь, а Волгу, машину Волгу. Ну, машину-то не бил. Смешно. Голову надо иметь. Это ж тебе не шоколадка. Билетик не я. Он меня понял. Безусловно один из всех. билетик-то я подаю в три дорога. То есть за 90 копеек. Да, плюс 20 тысяч номер. Кида спадает. И денежки-то я кладу на сберкнижку. Три процента в год. Сколько будет? Быстро считай. Очка стоит. Можешь не считать. Это много будет. и иду я по улице, на меня сверху падает кипич. Можно вот такое? Ну, в принципе, ну, при нашем качестве строительства. Ну, зачем людей обижать? Ну, просто строим лучше. Просто пришел человек на работу, ну, не под мухой, но под самую попку. пришел, положил кипич без известки. Или раствор его не схватил этого человека. И он вместе с кипичом летит с крыши прямо мне на крышу. Так удачно у меня в мозгах что-то шевелило, что становился гениальным, как этот вот Эйнштейн. И все, что не ляпнул, все открытие. И Нобелевская премия ежекватальна. Или скажем съем я в гостях что-нибудь такое ядовитое, тщательно, чем могут угостить паганки, фашованные змеиным ядом. Или съем я полки о колбасы, но не умру. Остану весь крахманный сиреневый цвет этой колбасы. Меня начинают изучать терапевты всего мира и по интервидению показывать за валюту. Человеку без мечты нельзя, что любили отчаяния. отчаяния. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это, естественно, я холостяк, не старый, мне 18 лет до 17-го года. Плюс 52, минус подоходный, плюс бездетность, и того я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. 69, по-моему, самый расцвет в моем возрасте, о котором я сказал выше, и с моими данными, о которых я скажу ниже. На мне можно было бы женить весь балет Большого театра. Мне говорят, Сигизмун, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная. Как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю, что улица Новои, дом 28, вход с дворами налево, второй этаж, балкон, тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицей. Мне не нравился пейзаж за окном, голоса сотрудников. Я срывался. Я сказал себе, Сигизмун, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та была врач, кандидат наук. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная. Что-то там в носу. Большая умница бывала по радио услышать. Буря мглой небо кроет. Что это, Сигизмунд? Я только открою рот. Она говорит, правильно, Сигизмунд, это Евтушенко. С ней я дошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. С ее мамой мы перешли на «ты». Ее папа подарил мне белые перчатки. Но я сказал себе, Сигизмунд, что ты делаешь? Жена мудрец. Рядом с ней ты всю жизнь будешь чувствовать себя идиотом. И я бежал к другой. Та ничего не соображала. То есть вообще ничего. Я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел. Я решал кроссворды. Она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушают тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц он начинает раздражать. Я ей сказал, закрой рот, дура. Я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер. Я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе, Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе здесь сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось наверх. Правда, я при шипятове при разговоре, посвистываю при дыхании, поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить о природе, о поэзии и о вас, женщинами. АПЛОДИСМЕНТЫ Дали два выходных, люди с ума посходили. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в общем, потянуло на вернисаж. На вернисаж. Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В Третьяковке хоть целенка была, а на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думай, так думай, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, газетку расстелил, все чин-чинарем. И вахтерша прицепилась. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно. Аж пенсне у нее раскалилась. Ей так тихо замечаю, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне, из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну, и что? Он две тысячи лет стоял без селедки. Потому что с селедкой постоит. Что ему сделается? Мне завтра на работу идти. Понимаешь ты, коза старая? Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Вот смех. Вот умора. Музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил. Приспособился под конем. Оторвал какую-то железяку. Только вдарил. Она как заверещит. У меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь? Что я тебя трогаю? Я тебя кусаю? Ты видишь, у меня полно продуктов. На часах уже три. А я еще не в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале. В греческом зале. Я говорю, у тебя штопор есть в греческом зале? Она говорит, вы понимаете? Что вы говорите? Я говорю, я понимаю. А ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я об пол буду стучать. Я же мешать буду. Это же музей темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я. Намучился я. Ой. Оторвал вторую железяку. От этого же коня пропихнул внутрь. Ну, настроение, конечно, уже в какой-то гробнице. В одиночку. В кромешной темноте. Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне. Кинжал хоть вытащил. Порубал хоть колбасу на куски. Вылез из этой гробницы. Весь в паутине. Весь в бычках. Поковырял того рыцаря. Слушай, труха. Труха. Внутри опилки. Дурят людей. Дурят люди. А тот железный, который на коне, тот ничего. Тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки. А щит рвал-рвал. Не идет. Вот тебе музей. Убил выходной день. Ежели бы не пол-литра, никакого удовольствия. Я глаза закрываю и вижу На окраине маленький зал. Где на сцену впервые я вышел. Где волнуюсь у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал. Я споткнулся у всех на виду. Только браво кричал почему-то Добрый зритель в девятом ряду. Ах, как все изменилось на свете С тех далеких и памятных дней На бульваре вчерашние дети Сами возят в колясках детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду. Скрипки пробуют голос несмело Заполняется публикой зал Может, Гамлета или Отелло Я бы с большей охотой сыграл Или, скажем, читал бы сонеты Тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это Добрый зритель в девятом ряду. И волнуюсь я с первого слова Будто к сцене еще не привык И в начале антракта я снова Валидон положу под язык Может, все бы забросить под старость На скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель в девятом ряду. Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель в девятом ряду. Трудно Очень трудно Расстаться 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 Продолжение следует...